Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Но они же вас хотят убить. Почему? Если не хотят, тогда живите с ними. Я же только что это объяснил. Что вы уходите из семьи и живете от нее отдельно, только если вас хотят в ней убить. Такое бывает. При этом общаетесь. Но при этом общаетесь. С детьми. Если они вас не хотят убить, то общаетесь. Нет, не хотят. Не хотят, так живите с ними. Зачем вам уходить? Не уходите никуда. А вопрос о гордости тогда. Давайте. Гордость есть у женщин и у мужчин. У всех вообще есть гордость. Как правило, женщина по жизни всегда уступает. Она должна уступать. Почему тяжело уступить мужчине? Мне вообще мало знакомы женщины, которые все время уступают. Тем более по жизни. В основном как-то ни мужчина, ни женщина не хотят уступать друг другу. Почему? Женщина, говорит, она должна быть мудрее. Ну, это понятно, что там много чего говорится. Кто что должен. А реальная семейная жизнь, это когда никто друг другу не уступает. И все сидят грустные. И спорят друг с другом. А если даже кто-то уступает, то он все равно задумывает грустную думу. И потом все равно все делает по-своему и свой план на существе. Это эго. Вот оно эго. Оно и у мужчины, и у женщины. И мужчина, и женщина должны быть смиренными. Смиренный – это значит умеющий слушать. Вот то, что мы сегодня говорили. Он должен уметь слушать, пытаться понять. И мужчина, и женщина. У них должно быть это смирение. Но когда смирения нет, мы не слышим партнера. Поэтому все равно не принимаем никакие его аргументы, ничего. Мы их изначально не хотим принимать, потому что эго, оно вот слух отбило. Поэтому даже если мы на что-то и соглашаемся, ну, понятно. То вот такое, знаете, соглашение. Ну, ладно, ладно. Хорошо. То есть, значит, такой, знаете, такой бизнес. Бизнес. Я тебе подарок, ты мне подарок. Понимаете? Я тебе взаимоотношения, ты мне денег. Ну, это такая вот семья очень простая. Такой взаимообмен энергии в природе протекает. Поэтому не получается такого какого-то смирения. Потому что, в общем-то, ни о каком смирении речь-то сейчас не идет. Потому что его никто не вырабатывает и не знает, как вырабатывать. Что такое смирение настоящее, никто не знает. То есть, смирение — это не соглашаться со своим партнером. То есть, это не является смирением. Это называется уступка. Смирение — это очень глубокое философское качество. А смирение основано на вот том сегодняшнем изречении, что жена должна быть очень религиозной. То есть, она должна очень хорошо разбираться в законах религии. Вот только тогда она может быть смиренной. Потому что она очень хорошо, но понимает законы жизни. Если жена не понимает законов жизни, то у нее нет никакого смирения. Если она просто соглашается, то это ее слабость и все это. То есть, это не смирение. Это ее слабость и нежелание с этим дураком спорить. Потому что толку все равно никакого нет. Понимаете? Поэтому настоящее смирение — это вещь такая очень серьезная, труднодостижимая. То есть, смирение не вырабатывается лекциями по семейной жизни. А смирение — это результат духовного развития. Поэтому то, что сейчас, знаете, существует такой парадокс. Люди слушают лекции о семейной жизни. Им рассказывается о женственности, о том о смирении, о пятом, о десятом. Но это все не возникает от слушания лекций по семейной жизни. Хоть заслушайся, толку ноль. Поэтому ничего не получается. Поэтому женщина страдает, потому что она не смирение проявляет, а она слабость свою проявляет. Неудовлетворенность свою проявляет. Или попытку манипулировать. Сейчас стану смиренно, и узнает он у меня тогда, где раки зимуют. Чтобы стать смиренным, нужно слушать духовные лекции. Как мы сегодня говорили с вами, то есть семья — это вот эта кастрюлька, а муж, она должна в эту кастрюльку что-то принести. И они могут принести в эту кастрюльку настоящее смирение, если будут духовно развиваться. Но тогда они станут смиренными. А тогда эта гордыня, она заставляет, эта гордыня настроить взаимоотношения по принципу такого товарищества на сограниченной ответственности. Ты мне, я тебе, поэтому давай составим договор. Я мою посуду, ты приносишь деньги и так далее. В понедельник ты чистишь картошку, во вторник я… То есть мы просто договариваемся. Договорная система сейчас, она вот на основе эго, чтобы все было честно. Такая внутрисемейная демократия. Правда, революции время от времени происходят. И даже войны. Потому что не получается построить такие вот действительно глубокие взаимоотношения. Поэтому здесь очень ясно об этом говорилось в этом стихе, что у женщин должно быть духовное образование. Если у женщины нет духовного образования, то ей в любом случае не получится правильно проявить свои женские качества. Потому что они не раскроются, они будут все равно материалистичны. А материалистичны, значит корыстны. А раз корыстны, значит все будут страдать. И мужчина будет чувствовать, что женщина корыстна. И женщина будет неудовлетворена. потому что все равно корыстные желания удовлетворения не приносят. А научиться настоящему бескорыстию можно только на духовной платформе, не на семейной платформе. То есть вот эту духовную платформу, ее в семью можно принести. Опять-таки вот то, что мы сегодня с вами разбирали. То есть мы должны получить духовность и принести ее в свою семейную жизнь. Но на уровне самой семьи, то есть на самой семейной психологии, эти качества не проявятся. Потому что это просто кастрюля. То есть сколько кастрюлю не чист, борщ в ней не появится. Как ее не мой, как ее на плите не нагревай. Нужно реально пойти и купить эти свеклу, картошку, что там надо, не помню уже. И сварить этот борщ. Так же и семья. То есть нужно пойти, реально выработать себе духовное качество, прийти в свою семью и уже в семье их применять. Но просто стать хорошим мужем и женой по определению не получится, потому что это будет хорошая корыстная жена и хороший корыстный муж. Потому что материализм — это корысть. В материализме нет бескорыстий. Материализм — это всегда корысть. А бескорыстие развивается при духовном развитии. Поэтому, если муж и жена начинают заниматься духовной жизнью, или хотя бы кто-нибудь один из них, здесь, кстати, упор делается на жене, заметьте. На жене делается упор. Что жена должна разобраться в законах религии. А как часто мы говорим о том, что муж, да, должен быть великий духовный лидер с нимбом. А жена должна просто за ним идти и ничего не делать. И так она вернется к Богу, да? Абсолютно вот вырванная цитата. Вот, пожалуйста, пример. Жена, обязанность жены досконально разобраться в законах религии. А что это значит? Выучить наизусть Бхагавадгиту, потом Шамадбхагаватам наизусть выучить. Да, потом читаем чередам. То есть много всего интересного есть. Это также ее обязанность, смотрите, а мы берем тот стих и все, и жена такая становится какой-то такой ослепой. А муж такой, знаете, ну собачка, которую он ведет слепую. То есть, как это там? А слепой ведет хромого. И все. Нет, это не семья. Семья, когда и муж, и жена действительно приносят домой хорошие продукты, вот эти результаты своей настоящей духовной жизни. И тогда семья становится интересной. А так не получится. То есть, если только кто-то один даже, то все равно с ним придется немножко конфликтовать по этому поводу. Причем, пользуясь этим стихом, как оправданием, что он падший. Поэтому, опять-таки, надо этот стих очень хорошо понять. Это очень важный стих для всех женщин. потому что он это вот... А концепцию, что жена должна быть просто послушной и ничего не понимающей, и просто дома стряпать свои пирожки. Нет. Ну, какой стих сильный. Обязанности жены. Что фактически, а хорошо разбираться в законах религии, это вот тебе духовное лидерство. А такую жену уже не обманешь. И мужу придется подтягиваться. Он домой придет, я вот тут, вот такой вот философской идеи у меня. А Нема говорит, а на 48-й странице 65-й главы и 27-я песня, там вон что написано. Понимаете? Он думает, да, что-то надо как-то подтягиваться. Подтягиваться надо. То есть, это тоже смирение жены. То есть, просто смиренно взять и изучить все законы религии, как сам трактат и рекомендует. Просто и спокойно. Видите, как интересно здесь даже говорится. Это причем все сводится, но в одну строчку. Одна строка, одно предложение сводит, разрушает этот вот фанатичный подход к женщине. Она должна уметь вести домашние дела. Тут такая вся женственность, такое вот, зависимость, сентиментальность и хорошо знать законы религии. И тут же изучение, мудрецы, трактаты, цитаты, все. То есть, веды, они такие немножко в этом плане, юмористичные, в них юмор такой есть. Понимаете? То есть, кастрюли надо хорошо мыть и читаем чередам, ряду, знать наизусть. Или хотя бы знать, что такое читаем чередам, ряду. Видите как? Вот она женщина. Поэтому говорят, что женщина, вот она противоречивая. В ней есть, то есть, в ней есть и кастрюли, и в ней есть величайшая мудрость мира. И все это в одной женщине. Главное, мужа этим нервировать. Потому что, ну, ему это трудно, ему хочется, чтобы только были кастрюли. То есть, ну, ему так проще женщину воспринимать. А тут вон какая женщина описывается. Знаете? Как великий мудрец описывается. Как великий мудрец. А не как сентиментальная доярка какая-то такая. Нет. Великий мудрец описывается, но который действительно может справиться со своей женской дхармой. Она непростая. Все это дети, муж какой-то. То есть, все это сложно. И женщине нужно быть одновременно вот такой домашней, доброй, ласковой и в то же время максимально мудрой и знающей все законы религии. Вот оно. Видите как? А у нас как-то женщину представляют такую вот какую-то ту туповатую немножко варющую борщицу в день. Да нет. Это великий мудрец. Женщина должна так же к старости становиться великой святой. А не великой кухаркой. Великой святой. А кухарка это просто вот ее как бы любовь ей нравится готовить. Вот и все поэтому она готовит. То есть тот, кому нравится готовить, тот и готовит. Нравится мужу, пусть муж готовит. Какая проблема? У меня жена когда уходит, я сам себе готовлю, мне нравится. А Юрведа говорит, вылечиться можно той пищей, но которой сам себе готовишь. То есть если сам себе готовишь, то сам себе сразу лекарства готовишь. потому что тебе этого хочется. И ты этим всегда доволен. То, что приготовил, всегда самому нравится. Даже если невкусно, все нравится. Замечали? Поэтому это лечит. Вот она на волшебство женщины. Предыдущую лекцию еще переслушайте понедельничную. Потому что это у нас две лекции идут в одной связке. Понедельничную и вот эту. Еще вчерашнюю по тому как дом обустроить. И вообще будет хорошо. Будет полный набор. Вообще эта глава хорошая. Мне нравится эта глава. В ней про все. Она такая знаете, ее можно одну эту голову читать всю жизнь. И про все. И про женщины, и про мужчины, и про профориентацию, как жить, как не жить, и что делать, как не делать. Полный набор всех рекомендаций. Надо одним стихом вон сколько можно думать. На этот стих можно на семинар прочитать из 20 лекций. Просто про иллюзии по поводу женской дхармы. Женского предназначения. Вот спорить по поводу философских истин. Пусть думают, что он прав. Но это не значит, что не нужно знать все эти философские концепции, в них не разбираться. Образ такой неправильный. Это эксплуататорский образ. Мужчины-эксплуататоры по своей природе, они все время как-то женщину пододвигают в сторону. Не верьте. Они нашли тот стих, и все, и пользуются тем стихом. А вы этим стихом пользуетесь. Он вам тот стих, а вы ему этот распечатайте повести перед кроватью. Пусть читает перед сном. А где мой борщ? А я изучаю законы религии. Борщ будет на полчаса позже. Стих учу. Поэтому так знаете, над плитой надо повесить очередной стих, который нужно выучить наизусть, и готовить борщ. Можно этот первый стих выучить сразу же. чтобы было, так сказать, что мужу предъявить, если что, билетик. А ты знаешь, что говорится в 28 стихе 11 главы 7 песни Шамадбагават? И все. Семья должна быть развивающейся. Не должно быть стабильности в семье. Это неправильно. Это ложная идея. Это одна из основных ошибок семейной жизни, что все должно быть стабильно. Не должно быть ничего стабильного в семье. Семья должна быть развивающейся. А значит, все должно быть не стабильным. А мы хотим болото. Самое стабильное в этом мире это болото. Теплое, глубокое, мутное, булькает. Кто туда попал, да, того там и не нашли. Это вообще не семья, это болото называется. Семья это легкий такой дружелюбный конфликт, это легкое дружелюбное несогласие, это вопрос, кто кого ведет, понимаете, то есть какие там мысли варятся, какая там философия живет, это живая должна быть. Если мы живые, все время какая-то проблема, то есть если мы живем, что-то болит, замечали? Если ничего не болит, лучше опульс пощупать, так же есть семья, то есть если в семье конфликт, это в принципе не проблема, жизнь какая-то есть, но если семья в такое болото превратилась, вот это плохо, у нас в семье все хорошо, вам лучше провериться, врачи знаете, как улыбаются, когда человек говорит, что у меня ничего не болит, на какой день вам назначить прием, скоро встретимся, понимаете, то есть это некоторый принцип, так что если есть реальное тело семьи, оно должно жить, поэтому мужчина должен жить, у него свои бодрящие стихи, а это бодрящий текст для женщин, поэтому этот текстик себе возьмите на вооружение и бодритесь. Редактор субтитров Корректор КОНЕЦ